Ну какая-никакая зима тянет любителей этого времени года к традиционным развлечениям и на коньках, и на лыжах, и на сноуборде с горы. А еще есть одно важное зимнее увлечение. Морозить нос часами ради трех ерши. Подлёдная ловля называется. Если вы увлеченный рыбак, не пропустите нашу следующую рубрику. Узнаем, как отличить опасный лёд от того, на который можно смело вступать. И что делать, если вдруг случилась беда. Осторожно, тонкий лёд. Существует несколько внешних признаков, по которым можно определить его прочность. Наиболее крепкий, прозрачный, синеватым или зеленоватым оттенком и без воздушных пузырей. А вот выходить на матовый белый, серый или желтый лёд слишком опасно. Места, где видна растительность, трещина, лунки и проруби, говорят о том, что лёд здесь очень хрупкий. Поверхность, обильно припорошенная снегом, тоже небезопасна. Под ней могут скрываться трещины и проталины. Помните, относительно безопасная толщина льда не менее 7 сантиметров. При движении по льду соблюдайте дистанцию между людьми 5-6 метров. Если вы всё-таки провалились, широко раскиньте руки в стороны, чтобы не уйти под лёд с головой. При этом громко зовите на помощь и не паникуйте. В ледяной воде человек может продержаться около 10 минут. Избавьтесь от лишнего груза, который будет тянуть вас ко дну. И всегда под рукой имейте специальные шильды, отвертку или нож. Они хорошо врезаются в лёд, и вам гораздо проще будет выбраться из воды. Осторожно вытаскивайте сначала одну ногу, потом другую, без резких движений, постепенно перекатываясь. Ни в коем случае не вставайте сразу на ноги. Лёд может проломиться снова. Медленно отползайте от опасного места, широко раскинув руки и ноги. Двигайтесь в сторону берега. Помните, безопасного льда не бывает, если вы по нему ходите. Берегите себя!